здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие товарищи как я рад что мы снова вместе что мы снова рассуждаем болтаем замечательной музыки благодарю за то что пишите комментарии за то что ставите лайки так принято у нас здесь у них точнее в этом интернете за то что материально поддержите канал тоже весьма и весьма приятно ну а я все продолжаю болтать рассуждать и надеюсь что вас как-то веселить иногда вот у меня пластинка в руках которая известна всем и каждому до банан деран пол маккарки 1973 год да да вот такой красавец такой красивый ну тут много чего еще внутри у нас но это не очень важно что могут их пластинки то внутри бонусы и прочее прочее прелести разные прямо вот в один голос все музыкальные критики все обозреватели горишь это лучший альбом маккартни я не знаю я не уверен в том что это лучше прямо самый лучший альбом маккартни потому что после банан деран столько выпустил маккартни очень интересных альбомов очень сильных по музыке очень разноплановых в разных стилях и с разным настроением и с веселым и с философским не побоюсь этого слова если говорить о поздних альбомах и даже с трагическим так что там есть что послушать я никогда не был таким крепким фанатом музыки маккартни никогда мне всегда ну я не буду говорить ну просто не не был я фанатом пола маккартни но то что это большой мастер великий просто мастер и удивительно плодовитый и удивительно творческий человек тут как бы и к бабке не ходи что называется и мне его музыка нравится я ее слушаю с удовольствием правда очень редко но получаю удовольствие от прослушивания его песен другое дело что они в они действуют на меня на таком на верхнем уровне на как бы на уровне такого верхнего верхнего слоя удовольствия ниже не опускаются к сердцу и и и еще ниже нет но но вот этот верхний уровень и очень даже очень 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 хорош я не говорю что это прям такая развлекательная музыка нет она не развлекательная она вполне глубокая вполне настоящая очень-очень музыка музыка то есть тут слов них и но у каждого же восприятие индивидуально поэтому кто-то находит там неведомые они невиданные глубины в этой музыке кто-то не находит как я например я просто мне просто нравится внешний слой вот этот и его но тем не менее бана даран будем считать что это лучший альбом но раз так все говорят пускай будет так советском союзе я не помню в каких видах выходил фрагментарно этот альбом и название а по радио даже его передавали была такая передача ваш магнитофон если кто-нибудь помнит то это глухие семидесятые совсем и там раз в неделю или раз в две недели транслир по радиоточке транслировали пластинку каких-нибудь западных исполнителей и то ли там так перевели то ли в советских изданиях пластиночных оркестров пути называлось на самом деле это абсолютно неправильно потому что пластинка переводится название переводится не оркестр в пути а банда в бегах имелось ввиду банда уголовников которые убежали из тюрьмы и бегут куда-то и маккарт не так назвал эту пластинку потому что он говорил я впервые оказался в банде отвязанных музыкантов группу уинкс он имел ввиду групп группа отвязанных оторванных музыкантов настоящая банда с которой он ездил вместе с линдой по университетом но это известная история про это везде написано и давал концерты которые не не оповещая прежде администрацию университетов о том что приедет группа вингс концерт не забивал вот эти вот гастрольные истории а просто приезжали на автобусе он шел каким-нибудь начальником там университетский мы хотим вас сыграть завтра послезавтра и играли вот так вот настоящая такая путешествует путешествующий оркестр но опять-таки не оркестр в пути а вот банда таких ребят которым все равно приехали уехали туда-сюда да но когда пришла пора записывать альбом тоже все знают что поехали они лагас в нигерию остались они втроем из всего оркестра до маккартни линда и дэни лэйн двое отказались испугались правильно сделали кстати говоря потому что в лагасе условия были чудовищные студия ужасная аппаратура раздолбанная микрофоны они нашли с трудом вообще где-то в каком-то буфете за стенкой студии работал цех по выпуску пластинок все гремело все гудело громыхало помимо этого на маккартни и линду было совершено нападение когда они гуляли по окрестностям лагоса их едва не убили и спасло их только то что они были белыми как потом маккартни сказал потому что если бы они были черными точно грохнули а так как-то они отмазались от базарились в общем прелестей от работы в лагасе было немного но тем не менее записали они достаточно количество материала который потом уже доводили дорабатывали в лондоне естественно джинджер бейкер там подключился ко всей этой истории который с маккартни даже поссорился даже хотя принял участие в записи на перкуссии тут поиграл требовал чтобы маккартни поехал в его студию записывать альбом а как не не хотел ему хватило лагоса но как-то разрулилась вся эта штука но пластинка получилось очень хороший я бы ее назвал но опять-таки я говорю о своем только мироощущение звукоощущение я бы назвал превосходным бриллиантом просто изумительным если бы не если бы не две песни я до них дойду бен он деран первая песня это просто конечно учебник для начинающих композиторов которые хотят играть рок-музыку то есть в одной из одной песни средний такой средний профессионал богу сделать целая целый альбом потому что там ну три части явных музыкальных разных совершенно это уже из этих трех частей можно сделать 6 песен спокойно потому что так там покопаться если в каждой части можно на 2 расчленить ну а если уже совсем приплет можно и еще на основе одной этой песни еще дописать несколько номеров и выжать из нее целый альбом настолько она музыкально настолько она яркая по мелодиям не по мелодии а по мелодиям из которых она состоит просто полный кайф и вот это медленное плавное начало и потом драматическая часть такая жесткая и веселая уже очень кайфово ну дальше идет джет замечательный на мой взгляд номер просто настоящий мажорные веселый не рок-н-ролл а рок кайфовый на концертах как она звучит эта песня просто по три просто заводит по полной программе после джета у нас идет bluebird маккартни есть маккартни до мастер игры на бас-гитаре мастер игры на акустической гитаре прекрасный голос изумительная мелодия но она немножко похоже такое ощущение что это очень хорошая песня очень крепко записанная оставшиеся из первого альбома маккартни который называется просто маккартни на все помнят она как-то по духу по настроению она как будто бы оттуда но тем не менее это не делают его хуже но зато дальше начинается страшный кошмар миссис вандербилд и let me roll it две песни которые опускают этот альбом настолько низко что просто можно руками развести другое дело что подростки я например там когда я был совсем юн и проводил лето в пионерском лагере мы в пионерском лагере все танцевали под хоп хей хоп а потом после хоп хей хоп я работал в радиоузле там будучи еще пионером и нормально шло хоп хей хоп сначала миссис вандербилд потом let me roll it быстрая медленная песня и попрыгав под хоп хей хоп потом с девушками все с девочками все танцевали значит под let me roll it на самом деле песни настолько они настолько выпадают из всего альбома настолько они отдельным стоят каким-то блоком вот это картошечные вот это миссис вандербилд убогая на самом деле убогая примитивная и какая-то глупая то есть ну я не знаю даже не знаю как сказать обладе облада номер два просто какая-то но при этом безумно длинная еще невероятно длинная для подростков хорошо попрыгать а так даже боже мой когда же это кончится безумие но потом начинается let me roll it который тоже длинная страшная это же монотонная с бесконечным этим рифом повторяющимся гитарным который еще и сыграл мне очень там чисто везде не везде ну там местами там косяков будь здоров и маккартни как там поет прекрасный вокалист прекрасный певец маккартни как он поет как-то так вычурно какие-то такие мелизмы там у него так боже мой ну что это такое что это такое и в общем как-то не хочется дальше даже слушать но когда переваливаешь через этот вот мир овлет понятно понятно что это такие хитовые задвиги для тинейджеров все востоке на уровень маккартни как композитора как исполнитель он настолько выше этих песен что вот это просто опускала вот такое вниз совсем слава богу переползли через них и начинается полный кайф от вторая сторона она вся вся великолепно маму не изумительный номер где мелодия и гармония идет таким непонятным путем так она меняет направление неожиданно такие голосовые такой многоголосие там по и появляется там я не знаю привет группа queen привет потому что у queen это все очень нарочито очень в хорошем смысле пошла вот так а здесь многоголосие такой изящная продуманная все все по месту все здорово все и неожиданно так появляется одна голосовая гармония появляется вторая гармония поперек до контрапунктом просто просто полный кайф и мелодия совершенно непредсказуемым образом меняется просто просто настолько кайфово но ворс следующий номер еще интереснее еще интереснее и с оркестровкой тони висконти настолько красивая вещь настолько она большая и в то же время не пафосная такая интересная а после нее совсем уже пикассо вас творцы за длинг туми длинг тумай хэллс просто блеск просто близко она не такая пафосная грандиозная с оркестрами как но она предыдущая ну да там акустическая гитара все вроде просто просто да но потом она развивается потом появляется и оркестровочка появляется и повыше уже пошло все и такими кусочками ну и пошли воспоминания хоп хэй хоп туда же всунуты в общем такой коллажик сделан интересный замечательная вещь просто замечательно ну и под финал очень на месте стоит вот это самое на этих англит энд эти 5 идеальный финал альбома песня которая отдаленно сделана под хоп хэй хоп отдален такая такая простая ритмика тоже да и потом она развивается и приходит какому-то уже фантастически грандиозному финалу опять-таки оркестр тони висконти постарался там чем узнаваемая манера висконти в оркестровке что не что удивительно вроде симфонический оркестр но вот слышно что и у тирекс звучало также ну здесь конечно по-другому и и такой удивительный подъем к финалу боже мой это неужели это тот самый маккартник который вот это хоп хэй хоп хоп хэй хоп нет это да это тот же собой маккартник во всей своей красе вот я пошел пить желаю вам того же пока